В эфире Город Лайв, студия Светлана Александрова и Денис Саландин. Продолжаем в прямом эфире обсуждать важные темы для мира, страны и региона. И начнем, пожалуй, с одной из главных. Да, действительно, сегодня, во вторник, 15 сентября, обсуждали следующие новости. Зараза к заразе не пристает. Это не про коронавирус. Переболевший коронавирусом человек может быть заразен до 90 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Цитирую, наше наблюдение сегодня до 48 дней, а за рубежом есть данные, что и до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, хорошая кровь и показатели, все как бы в норме. Но вирус, тем не менее, все-таки передается через дыхательные пути. Соответственно, вот это вот ношение маски все-таки, как ни крути. Оно просто необходимое. Ну, а что же касается других экспертных мнений, то доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, отметил, что выздоровевший человек остается опасным в среднем 2 недели. Гарантии же от повторного заражения, в том числе и после вакцинации, при этом нет. Прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования. Ну и, соответственно, статистика сегодняшнего дня, тоже цифра, конечно, 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Во вторник, 15 сентября, соответственно, общее число заболевших в регионе возросло до 3810 человек. Выздоровело 3014 пациентов. Ну, вот такие вот цифры вы сейчас видите на своих экранах. В зоне риска находятся и педагоги. Так, у педагога БФУ имени Канта выявили коронавирус. Всех контактных студентов перевели на дистанционное обучение. Но, а что же касается новых случаев заражения, то по округам они распределились следующим образом. Калининград 23 случая, Правдинский округ 3 случая, Черняховский и Зеленоградский округа по 2 случая, Балтийский, Гурьевский, Светловский, Советский и Нестеровский округа по 1 случаю. Ну и перейдем к статистике по России. На сегодняшний день за эти сутки коронавирус подтвердился у 5509 человек. Ну, а всего же за время пандемии в стране зафиксировано 1 миллион 73 тысячи 849 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 18 тысяч 785 человек, это плюс 150 человек за сутки. Выздоровели 884 тысячи 305 пациентов, плюс 5 тысяч 605 случаев за сутки. Ну, я думаю, что многие заметили, что в суде Ленинградского района до 19 сентября приостановлен личный прием заявлений обращений жалоб и иных документов. Об этом сообщается на сайте участка. Да, дополню, что в суде Ленинградского района выявлен случай коронавируса. Сейчас мировые судьи рассматривают только дела, где присутствие сторон не обязательно и только безотлагательные дела. Ну, а тем временем ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат. Ученые из Питтсбургского университета, в общем-то, обнаружили какой-то белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Ну, вот, дополню информацию твою, Денис, так Австрия и Чехия объявили о начале второй волны коронавируса. Высокая заболеваемость также фиксируется во Франции и Великобритании. Да, много слухов, конечно, ходит относительно того, будет вторая волна в России или ее не будет. Пока никто из высокопоставленных людей не может нам рассказать эту информацию, подтвердить. Но вот, пожалуйста, мы можем наблюдать, что и многие говорят, что в Европе, да, вот уже есть... Набирает обороты. Да, набирает обороты и, по-моему, больше всего в Израиле относительно этого. Они прям там радикальные меры принимают. Мы об этом вчера рассказывали. В общем-то, об этом мы рассказываем каждый день. Но есть, конечно, за всей этой историей и другие новости, например, курсы валют. На прошлой неделе евро тоже всех напугал своим ростом. Волной. Да, 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 такой волной. И вот сейчас, мне кажется, об изменениях валютного рынка есть смысл рассказать. Курсы валют на 16 сентября. Доллар США 75 рублей 13 копеек. Евро 88 рублей 97 копеек. Польский злотый 20 рублей 7 копеек. Продолжаем рассказывать вам новости сегодняшнего дня. И вот следующее. Мародеры испортили еще одну остановку. Все случилось на улице Александра Невского. Сейчас вы видите на экранах, как вот компания развлекалась. На Александра Невского группа хулиганов разбила стеклянный павильон на автобусной остановке и попали на камеры наблюдения. Информацию случившимся и подробное описание злоумышленников. Операторы передали сотрудникам полиции. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемых задержали и доставили в отдел. Напоминаем, что в Калининграде и городах области установлено более 1400 камер наружного видеонаблюдения. Операторы круглосуточно контролируют обстановку и передают в правоохранительные органы всю информацию о зафиксированных событиях с признаками происшествий и преступлений. А тем временем в Черняховске задержали такси 39-летний пассажир, которого прятал в носке наркотики. Добавлю, что мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Ну и к следующим не менее криминальным новостям. Вот, пожалуйста, в Калининграде 63-летнюю местную жительницу обокрал кавалер с сайта знакомства. Об этом сообщает, в общем-то, не Лариса Гузеева, как вы могли бы подумать, а пресс-служба регионального УМВД. А дело было, собственно, так. Женщина познакомилась с избранником в интернете и пригласила к себе в гости. На следующее утро они вместе сходили в банк, ей нужно было снять денежку и 215 тысяч, внимание, рублей, она собиралась расплатиться за ремонт этими деньгами. Вернувшись домой, она ненадолго прилегла, а когда проснулась, поняла, что нет ни жениха, ни денег. Ну, как и следовало ожидать, злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний житель области, которого ранее уже судили за кражу и грабеж. Мужчина, естественно, признался в содеянном и добавил, что деньги он раздавал знакомым в счет долгов. Возбуждено уголовное дело по статье кража, но о мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Вот такой современный Робин Гуд. Слушай, не знаю, долги, конечно, нужно возвращать, но не за счет влюбленной женщины уж, это точно. Но есть сегодня у нас и радостные новости. Открыли две дороги. В Светлогорске открыли движение по новой двухкилометровой дороге, которая позволит без заезда в центр города добраться до соседнего, например, Пионерского. Строителям осталось нанести разметку и установить знаки. Также после реконструкции открыли движение по улице Дачной. Остались кое-где нанести разметку, разметить остановочные павильоны. Ну, а раньше тут, конечно, было не пройти, не проехать. Сейчас же двухполосная улица соединяет Гагарина с Московским проспектом. По одной ее стороне обустроены тротуары. Ну, я вот лично никогда по той дороге не гулял. Вообще не был в том районе. Открою тебе секрет. Но я посмотрел видео, наши зрители увидели фото. А я видел видео. Действительно, ну, когда новая дорога, что тут говорить? Приятно, просто приятно, красиво гулять и наслаждаться красотами нашего города. Да, ну, еще городская такая новость, которая, наверное, интересует жителей района Сельма. Там планируют обустроить парковку, которая вместит более чем 70 автомобилей. Ну, я тебе скажу, что она там жизненно необходима, потому что там всегда большая автозагруженность. Ну, вот автостоянка появится на пересечении Челнокова и Украинской, но это пока только планы. Ну, приятные. Ну, я не знаю, если честно, где там именно, потому что сейчас так строят дома впритык. Прям каждый миллиметр просто, мне кажется, используют. Там не то что парковки, детской площадки-то с трудом помещаются. Ну, а если вы решили заменить старые окна или отремонтировать уже имеющиеся стеклопакеты, то действуйте. Ну, а мы вам подскажем, где заказать. Внимание на экран. Приобрели квартиру или затеяли долгожданный ремонт, но не знаете, с чего начать? Начните с кухни. Строгий контроль качества на каждом этапе производства и приемлемая цена на все кухонные гарнитуры. Все это белорусские кухни ЗОВ. На протяжении многих лет компания стала любимой среди россиян от Камчатки до Калининграда. Благодаря применению высокотехнологичного оборудования и износа стойкого материала, кухни ЗОВ преданно служат долгие годы. Ассортимент продукции расширяется каждый год. Классика, минимализм и лофт на любой вкус и кошелек. В производстве используются исключительно экологически чистые материалы, благодаря чему кухни можно по достоинству назвать безопасными даже для людей с аллергическими заболеваниями. Компания удостоилась сертификата качества, благодаря чему производитель смог выйти на другой уровень работы и заявить о себе уже на весь мир. Мастера создают любые заказы в кратчайшие сроки, делают любые размеры до миллиметра, что подходит для нестандартных решений. А также весь цикл производства от сруба до установки на вашей кухне. Гарантия на всю продукцию 5 лет. Заходите на сайт kuh39.ru и выберите свою кухню мечты. Или приходите в Московский проспект 40, Балтийский бизнес-центр 203. Продолжается наш прямой эфир. Это город Лайф. И сегодня мы для вас приготовили много интересных новостей. Ну и гости, конечно, тоже будут. Мы будем их встречать уже очень скоро. Оставайтесь с нами. Увидимся сразу после рекламы. Цифровые технологии в стоматологии. Восстановите потерянные зубы за один прием без слепков. Полный цикл стоматологических услуг. Безболезненно и долговечно. Запишитесь на прием. Стоматологический центр «Донсист». Улица Пражская, 3. Телефон 358410. Ролл Автоматика предлагает автоматику всех типов. Скидка на гаражные ворота 30%. Бесплатная консультация и выезд в пределах города. При заказе оборудования год обслуживания в подарок. 20 лет на рынке. Ролл Автоматика. Ваши ворота. Наша забота. Для того, чтобы напечатать рекламную продукцию, больше не нужно никуда ездить и тратить свое время. Заходите на сайт 39print.su и выбирайте то, что вам нужно. Произведите расчет стоимости и количества, подберите дизайн из имеющихся макетов и загрузите свой. Заказывайте. Оплачивайте онлайн, а курьер вам доставит визитки, приглашения, календари и любую другую рекламную продукцию. 39print.su это так просто. Установите интерактивное ТВ от ООО «Экран» в три клика. Раз. Подключите телевизор или смартфон к интернету. Два. Скачайте приложение «Экран ТВ» в Google Play или App Store. Три. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля. Пользуйтесь с удовольствием. Есть интернет, есть ТВ. Подробности по телефону 614444. Лига домашних котов доводит до сведения новоселов. Мы отказываемся заходить в новые квартиры, если в них не будет мебели от салона «Уют». Запомните. «Уют». Ведь где уют, там счастье. Купили квартиру? Потратились на ремонт? Хотите сэкономить на мебели? Скорее в «Уют». Покупайте отличную качественную мебель с огромными скидками и будет вам счастье. «Уют». Студия натяжных потолков «Ажур» создает потолки, которые нравятся. Большой опыт работы. Мы выполняем проекты любой сложности. Многоуровневые формы, фотопечать на натяжных потолках, светодиодные подсветки и реалистичная имитация звездного неба. Приходите и заказывайте. Площадь Василевского, 2. Телефон 351625. Привет. Меня зовут Ева. Я отучилась в школе телеведущих уже 2 месяца. И здесь мне очень понравилось. Поэтому я решила пойти на целых полгода обучения. Ведь здесь тебя окружают самые лучшие и добрые учителя. Они как твои друзья. Поэтому я бы хотела пригласить тебя обучаться вместе со мной в школе телеведущих на Первом городском. Звони и записывайся на полугодовой курс «Школа телеведущих». Мы ждем тебя. 92-10-32. Однажды ночью кухонные гномы Гроша и Доша вышли погулять по кухне. И как это у хозяйки все получается? В семье лад и на кухне уютненько. Не иначе магия. А как же тут самая настоящая магия кухни? Хорошие хозяйки знают, что мало иметь в доме кухонное помещение. Нужно превратить его вместо вкуса, тепла и уюта. А секрет в том, что нужна магия. Магия кухни. Зержинского, 73. Мебельный центр «Уют». Звоните 69-58-99. В эфире «Город лайф» и мы продолжаем. Встречаем гостя нашей студии. Это Святослав Лавриненко, председатель регионального союза переработчика отходов. Добрый вечер. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Очень много вопросов накопилось у нас к вам. И хочется, конечно, начать с простого вопроса. Чем занимается союз? Как давно он организован? И вот какие сложности и трудности есть в вашей работе? Вопрос такой очень объемный. Обширный. С двумя словами сложно ответить, но постараюсь. Союз организован в 2009 году. Нам в этом году 11 лет уже исполнилось. Несколько организаций организовало его. Сейчас у нас в союзе 43 организации. Шесть организаций сейчас у нас на вступлении. Соответственно, это те предприятия. Это, как правило, частные предприятия, индивидуальные предприниматели, частные, которые занимаются в области обращения с отходами. Начиная от проектирования, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, вплоть до захоронения. У нас есть такие коллеги. То есть это такой обширный процесс? Да. Мы, по сути дела, одна из самых крупнейших организаций региональных, общественных. Мы этим гордимся, что наша численность растет, идет ротация, организм живой. Кто-то разоряется, кто-то меняется. Кто-то присоединяется к вам. Да, кто-то присоединяется, кто-то на нас смотрел несколько лет со стороны. Потому что скажу, что 50 организаций – это не предел в регионе. Мы знаем, что порядка еще 30-40 организаций присутствуют в Калининградской области. То есть 50 организаций недостаточно? Нет, нет. Мы говорим о том, сколько организаций занимаются в области обращения с отходами. И вот в Калининградской области их от 80 до 100. Соответственно, у нас пока 50 организаций. То есть мы сейчас берем больший сегмент всех предприятий в Союзе. Сегодня такая знаковая дата. 15 сентября 1971 года – это день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Также считается днем начала деятельности международной организации «Гринпис». Ну а как вообще вы считаете, наши люди, они сознательны, жители нашего региона? Ну, «Гринпис» – да, хорошая организация. Но у меня к ней неоднозначное отношение. Хотя есть много общего. Общее то, что у нас один год рождения с «Гринписом», по сути дела. Ну, я думаю, что просто у вас есть один посыл. Вы хотите сделать мир лучше. Плюс сами идеи, которые генерирует «Гринпис», они схожи с нашими идеями регионального союза и с нашими коллегами. Но вот сами методы реализации достижения цели, они отличаются. Соответственно, мы несем больше прикладной характер. А «Гринпис» все-таки больше акций, протесты. Политика. Да, хоть и он позиционирует, что политики у них нет, но на самом деле «Гринпис» – это четко выверенная политика, потому что там идет концентрация экономики. Еще дедушка Ленин говорил, что политика – это концентрация экономики. Соответственно, мы не все разделяем, что пропагандирует «Гринпис». Ну а что касается жителей нашего региона, как они сознательно относятся вообще к организации отходов, мусора, как вы считаете? Вот что касательно жителей, однозначно… Ну вот я честно признаюсь, не всегда у меня получается соблюдать все эти правила за счет того, что мир динамичный, времени не хватает. Я думаю, если бы у вас была, так скажем, под рукой сформированная инфраструктура, региональная система, то у вас бы выбора не было, и вы бы занимались раздельным сбором чисто автоматически. Для эволюции достаточно 5% населения, чтобы процесс запустить. Правильно относящегося. Да, у нас в Калининградской области гораздо больше процентов населения и граждан очень сознательно относятся к раздельному сбору и начали разделять отходы до того, как еще об этом начали говорить в правительстве и Российской Федерации, и Калининградской области. Но я знаю, что многие начали разделять его еще до того, как были организованы, собственно, вот эти ящики приема раздельного мусора. Видите, было переходящее поколение из 80-х, 70-х, которое все-таки еще это захватило, и они бы и дальше вносили, если бы была создана эта инфраструктура. Частные лица, граждане, они как бы завязаны на создании для них инфраструктуры. Юридические лица, они и занимались сдачей отходов. У нас есть предприятие авторесурсы, да, известное, которое образовано в 1946 году. Немного, не мало. Да, и в это предприятие юридические лица сдавали, сдают и будут сдавать в будущем те отходы, которые генерируются у них на предприятиях. Также включились частные предприятия, и идет, так скажем, даже уже определенная конкуренция есть, в определенных сегментах жесткая конкуренция есть. Есть неликвидные отходы, есть опасные отходы, которые имеют отрицательную экономику, то есть в них надо только вкладывать. Мы это называем социальным проектом, и сейчас у нас такой проект есть, который финансирует региональный союз из бюджета, из своего сформированного бюджета, без какой-либо поддержки. Это сбор батареек и лампочек, да, это опасные отходы первый-второй класс, и, соответственно, все перерабатывается и утилизируется здесь, на территории Калининградской области. Ну, это как объяснить простому обывателю, как нужно правильно разделять мусор? У меня есть четкий алгоритм, как это должно работать. Слово «объяснить» — это скорее пропаганда, да? Ну, или показать. Это одна из составляющих того, что нужно необходимо сделать. Сначала нужно создать инфраструктуру, определить вектор направления, какая система у нас будет. Дальше нужно проинформировать население. Ну, так система у нас уже сформирована? Нет, у нас есть только пилотный проект по раздельному сбору, который показывает определенные результаты. Но он запустился, остановился, сейчас опять запускается. На этом фоне мы немножко разошлись во мнениях с профильным министром, да, потому что систему мы видим немножко по-другому. Но это всего 60 контейнерных площадок, а у нас в области 10 тысяч контейнерных площадок. Но этот проект уже дал какие-то видимые результаты? То есть можно уже поставить оценку, оценить работу? Ну, можно оценить уже, да, на протяжении 4,5 месяцев то, что вот они обслуживались нашим коллегой. Конечно, на первом этапе был большой объем неликвидных вторичных, ну, мусора, по сути дела, во вторичных отходах. Но сейчас все чище и чище становится отход. Это подтверждает наш коллега, который занимается сбором этих отходов. Мы прекрасно понимаем и пропагандируем расширение этой системы или подобной системы. Продление, да. Расширение ее, так скажем, на другие контейнерные площадки. Мы позиционируем не три контейнера, а два контейнера. Сейчас у нас стоит 4 контейнера на контейнерной площадке. И приезжают две машины, и ликвидные заходят в одну, и ликвидные уходят на полигон. Мы говорим, почему бы не поставить всего два контейнера, который один будет мокрый, неликвидный, сразу на полигон, а сухой и ликвидный забирает перерабочек на сортировку и дальнейшую утилизацию. Вот, и экономически это более выгодно, и нету профанации. И проще, наверное. И проще, да, и действительно, человек в быту разделяет на два. Ну, да, на два сегмента, да. Вот, и что нам говорят коллеги по этому поводу, европейские коллеги, то есть которые приезжали к нам, оценивали обстановку, мониторили, они говорят, коллеги, вам не надо многоконтейнерная, не нужна система. Вам достаточно двух контейнеров. Когда мы начинали, я говорю, ну, у вас же многоконтейнерная. Когда мы начинали, говорит, 20, 30, 40 лет назад, у нас не было такого оборудования, которое позволяет сейчас разделять эти отходы уже вот на линии, на конвейерной. Поэтому вам достаточно не делать, ну, вам не надо делать наших ошибок. Достаточно два контейнера, и экономически будет более выгодно вам заниматься вот именно раздельным сбором, вот в таком направлении. Поэтому вот мы пропагандируем именно дуальную систему раздельного сбора, и отдельно выделяются должны опасные отходы. Это регламентирует наш федеральный закон, вот, то, что сейчас делается только на 60 контейнерных площадках, где стоят наши контейнера, это наш социальный проект, где отбираются лампочки, батарейки, и население понесло туда еще градусники. Градусники – это металлическая ртуть, это более концентрированный отход, который попадает у нас, как правило, в кески. Если не наш контейнер, то он попадает в кески. И то, что опасные отходы, когда, вернее, опасные отходы попадают в контейнеры, то класс опасности в этом контейнере уже другой. Он уже не четвертый, он уже третий, а может, даже и второй. Понимаете, вот здесь есть над чем работать нашим надзорным органам, нашему правительству, профильному министерству. Мы, со своей стороны, делаем свою работу, так скажем, транспортным цехом заведуем. Это реальный сектор, это перерабатывающее предприятие, это сортировка, это тяжелый труд, это грязный труд. Но мы ищем экономику в экологии, поэтому это наша работа. Ну, а как Вы считаете, можно повысить сознательность граждан, либо как-то их промотивировать, чтобы все-таки соблюдался порядок необходимый, и мусор разделялся правильно? Вот я начал говорить о том, какая система должна быть. Это инфраструктура, это пропаганда и мотивационная часть. Мы считаем, что те граждане, которые активно входят, так скажем, в этот раздельный сбор, они должны платить минимальный тариф. Ущеряться как-то. Возможно, да, вот тот минимальный тариф, который будет утвержден регионом. То есть, если ты правильно разделяешь мусор, у тебя есть вот такой бонус. Это занимается на уровне все управляющих компаний, ТСЖ, домов, то есть непосредственно домом. Если Вы не хотите заниматься раздельным сбором, или Вы не умеете, принципиально не хотите, не вопрос. Платите. Тогда Вы должны платить. Вы должны платить в три раза больше. Пусть это будет непопулярно, да, и пусть это звучит из моих уст, но это так есть в Европе. И дальше просто, вот это мотивационная часть. Вы платите минимальный тариф, Вы участвуете, говорите о своей экологичности, или Вы платите тройной тариф. И дальше мы предлагаем, что сделайте такую линейку, до 60 лет платится образно полный тариф, от 60 до 70 возрастная категория платит 50%, а 70% и плюс освободите вообще пенсионеров. Вот тариф. Это следующая мотивационная часть, которая позволит, те же бабушки, дедушки, они быстрее научат молодежь этим заниматься. Ну, кстати, у Вас сейчас есть возможность обратиться и к бабушкам, и к дедушкам, и к молодежи, передать им свой посыл, да, пожелать, пожелать что-нибудь, или просто обратиться к ним со своими пожеланиями и предложениями, вот прямо сейчас. Уважаемые жители Калининградской области, коллеги, друзья, я всех призываю не опускать руки, потому что мы со своей стороны делаем все, что можем. Мы финансируем свои проекты, пытаемся развивать инфраструктуру. К сожалению, переработчики не имеют пока никакой поддержки региональной и федеральной, тем более. Вот. Но мы пытаемся и двигаемся. Уже много сделано. Внедрён раздельный сбор ИПЭТ-бутылок, опасных отходов. Мы работаем над тем, чтобы сейчас, в ближайшее время, запустилась переработка стекла. Мы уже поставили оборудование, его тестируем. В следующем году, в этом году не получилось, по ряду причин, мы будем запускать переработку макулатуры и древесины в альтернативное топливо, и уже есть возможность экспортировать этот грязный отход из Калининградской области. Поэтому терпения вам немножко. Участвуйте, не опускайте руки. Если вы видите, так скажем, неправильное обращение с отходами или небрежность, делайте замечание, звоните нам на горячую линию, горячая линия 960028, Союз переработчиков отходов. Мы всегда сможем проконсультировать, подсказать и оценить то действие, которое совершается по отношению к вам или по отношению с мусором. Поэтому терпение и обращайтесь в наш союз. Спасибо огромное за содержательную беседу. Я желаю успехов вам в вашем нелегком труде. Ну а всем зрителям напомню, что у нас в гостях был Святослав Лавриненко, председатель регионального союза переработчиков отходов. Ну а далее, друзья, эфир продолжит новости короткой строкой. С 19 сентября снова можно будет поехать в Польшу. Уехать в Гданск на автобусе, возможно, каждую субботу. Отправление из Калининграда в 15.00. Дорога займет 5 часов. Перевозить пассажиров по области будет местный 19-й автобус. Он следует до границы Мамонова к Жихотке, где пассажиры самостоятельно проходят пункт таможни и пересаживаются на другой автобус. Стоимость проезда в одну сторону – 1200. Билеты можно приобрести в международной кассе автовокзала Калининграда. Стоматологи помогли приюту для животных и передали 150 килограммов корма и медикаментов. В городской стоматологической поликлинике с начала сентября по инициативе работников учреждения была проведена акция «Коробка добра» для реабилитационного центра для бездомных животных. Сотрудники стоматологии пообщались с подопечными приюта, а также погуляли с ними на территории, поиграли с собаками и договорились с руководством о дальнейшем сотрудничестве. Калининград на втором месте в рейтинге по подорожанию жилья за лето. Стоимость одного квадратного метра в новостройках в июле-августе росла быстрее в два раза относительно вторичного рынка. Аналитики связывают такой рост с работой программы льготной ипотеки под 6,5%, а также с туристическим расположением региона. 26 квадратных метров на стене дома в Большакова появилось изображение довоенного поселка. Автор работы – дизайнер и художник из Зеленоградска Алена Шумовская. Она решила обновить стену продуктового магазина. Эскиз уже был. Старое фото. Вид поселка в немецкие годы. Запишите вашего ребенка в школу ТВ. Занятия проходят два раза в неделю в дневное время с соблюдением всех санитарных норм. Количество учеников в группах ограничено. Поторопитесь и вы записать своего ребенка в школу ТВ. Все подробности можно узнать по круглосуточному номеру телефона 92 10 32. Помимо занятий и сертификата об окончании обучения, ваш ребенок станет ведущим детского прогноза погоды на Первом городском, который выйдет в эфир и его увидит весь город. Звоните в школу ТВ 92 10 32. Поговаривают, что лег как-то Менделеев на диван. Тут-то ему знаменитая таблица и приснилась. И Чайковский тоже как-то на диван прилег, а на утро, нате, получите, щелкунчик. А у Кулибина, говорят, аж два дивана было. Вечные двигатели русского прогресса. Удобные диваны в мебельном доме Тиамир. На наших диванах так хорошо делать научные открытия, шлифовать бриллианты мудрости или просто валяться и отдыхать. Мебельный дом Тиамир. Ручейная 2. Подробности 379-375. Вы позвонили службу чистоты и белки приветствуют вас. Алло, у нас тут просто катастрофа. Детские рисунки на диване. Кошка решила, что ковер – это туалет. Пятна и пластилин повсюду. Выручайте. Диктуйте адрес. Выезжаем. Служба чистоты и белки. Ваши ковры – наша забота. А также чистка мягкой мебели. Улица Валдайская, 9, телефон 37-43-93. Мастерская Мадейра занимается изготовлением мебели на заказ. Разработайте творческий проект сами или получите готовый от нашего дизайнера. Кухня, шкафы, купе – торговое оборудование от эконом-класса до люксовых позиций. Собственное производство, оснащенное новейшим итальянским оборудованием. Приятные цены, выгодные условия и гарантии. Вызов консультанта в пределах Калининграда бесплатно. Наш адрес – Калининград, улица Солдатская, 7. Телефон для связи – 524-324. Инстаграм – madeira.ru. Сломалась стиральная машина, не морозит холодильник, перестал показывать телевизор. Техдоктор спешит на помощь. Приемлемые цены, честная диагностика, ремонт в мастерской и на дому. Адреса мастерских в Калининграде, улица Колхозная, 26, улица Сергеева, 59А. Все подробности по телефону 5252-88. Иногда мир серый и тусклый, но может быть солнечным и теплым, если это мир окон. Более 20 лет на Калининградском рынке. Пластиковые окна от производителя. Двери и лоджии любой конфигурации и сложности. Скидки для пенсионеров, рассрочка, ограниченное предложение, шестикамерные профили по цене трехкамерных, скидки медработникам и при заказе от 5 окон. Мир окон. Шумоизоляция, долговечность, безопасность. Звоните 555-262 или 58-19-80. Папа, мы с Рикардо собираемся пожениться. Да, Дон Филиппо, ради нее я готов даже переклеить все обои. Рикардо, мой мальчик. Бери этих головорезов Бернардо и Луиджи, бегом в бьютику и скорее возвращайтесь. С обоями? С обоями. Настоящие качественные итальянские обои по низким ценам. Галерея обоев Бьютика. Возвращайтесь домой с обоями. Мебельный дом Диамир. Ручейная 2. Подробности 33-73-44. Продолжается наш прямой эфир и я с огромным удовольствием хочу вас познакомить и поприветствовать гостю Марину Мигуля. Это уникальный человек, общественный деятель, артистка, певица, режиссер массовых мероприятий. Ну, а что, у вас очень много таких регалий и я уверен, что наши зрители узнали вас. У нас, помимо всего прочего, жена покойного уже, к сожалению, Владимира Мигули и добрый вечер. Добрый вечер, Денис, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, как у вас настроение, скажите? У меня замечательное настроение. Сегодня чудесная погода и многое получалось с утра. Ну, а сегодня я вот здесь с вами, чему я очень рада. И мы тоже очень рады. Ну, я предлагаю, может быть, кто-то запамятовал, кто такой Владимир Мигуль. Давайте посмотрим видео, которое вы подготовили. Заслуженный деятель искусств России, композитор и исполнитель, лауреат международных и всесоюзных конкурсов Владимир Мигуля. Да, и песни его вы знаете 100%, и сейчас вы в этом убедитесь. Давайте посмотрим видео, после которого мы продолжим наше интервью. Давно ли песни ты мне пела Над колыбелью наклонясь Но время птицей пролетело И в детство нить оборвалась Поговори со мною, мама О чем-нибудь поговори До звездной полночи, до самой Мне снова детство подари Его замечательные песни Искренние, естественные, душевные Они остались надолго И думаю, что еще много-много времени пройдет И они будут звучать всегда Песни Владимира Мигули Это абсолютно отдельная, знаковая, яркая страница в истории нашей песни Он писал лирическую музыку на тему о земле О войне И это, по-моему, самое лучшее, что может быть вообще в песне Потому что нужны песни, гимны, песни, марши Наверное, нужны и будут нужны, и были нужны Но все-таки вот это лирическое начало в творчестве Когда оно посвящено гражданской теме Климент про это самые ценные Это творческое наследие нашей страны И это золотой фонд Этот композитор достоин того, чтобы его песни знали люди Которые даже уже не застали его в живых В этом, наверное, есть какое-то счастье у людей творческих Потому что после их ухода остается их наследие С уходом Владимира Мигули наша песня потеряла очень много Потеряли много прекрасных песен Он был максимально искренний в своих песнях Совершенно спокойный, равновешенный человек Появление Володи Мигули в моей жизни Это было какое-то просто сошествие ангелов в небес Я мало назову таких композиторов современных Которые останутся Он стоял особняком О космосе невозможно говорить Без песни Володи Мигули «Земля в иллюминаторе» Заменитое песня Которая стала гимном у наших космонавтов Как-то с ней уже сроднились все люди Даже новое поколение, даже дети эту песню знают У дома зеленая, зеленая трава А свой последний третий день Побуду я с тобой Чтоб не узнала ты межде Что жизнь дает отбор Чтоб было все с тобой у нас Как много лет назад Последний раз, как в первый раз Улыбка, слово, взгляд И чтобы я с собой унес сокровища двоих Не ссори горе с тихих слез А сладость губ твоих Чтобы навек в твоих глазах Ты забывать не смей Не боль осталась и не страх А свет любви моей Тогда оказалось, что все еще будет Ты, конечно, много не успел Но сколько еще могу Только что мы окунулись в это невероятное творчество Расскажите, что это за фильм Вы знаете, я решила снять документальный фильм о моем муже Так, как я это вижу Потому что уже было много документальных фильмов Они все хорошие Очень много уделялось внимания Отвлекались от его таланта Рассказывали Сейчас это модно Рассказать что-то изнутри Но это не касается Не должно касаться Вот таких людей талантливых Понимаете Я хочу рассказать о творчестве Я хочу показать его песни Рассказать о нашей с ним истории Поэтому вот я решила, что вот сейчас Год 75-летия Он ровесник победы Нашей замечательной советской победы над фашизмом 75 лет прошло Как мы победили Победили наши отцы и деды И мы не должны это забывать И Володя 75 И родился он в Сталинграде Сразу после войны Талантливые дети войны Талантливые дети войны Вы знаете Их много у нас на эстраде Таких настоящих музыкантов Мы не будем сейчас перечислять Потому что у нас мало времени В эфире Кому интересно посмотрим Это вот Целая прияда Я сейчас прямо скажу о композиторах Вот именно композиторов Рожденных в 45-м году В 45-м, в 46-м Замечательный совершенно композитор И рождался он Очень интересная история была Людмила Александровна, его мама Марина, извините, пожалуйста Не вставайте на краешек Я переживаю Переживаю, пожалуйста Я чувствую Да-да-да Вот И она перед родами В родильном доме В то время как у женщин Начинаются схватки Все кричат и плачут К сожалению, это очень больно Она вдруг встала И начала петь и танцевать в палате Да вы что Удивительная, да, была история Она мне сама это рассказывала Всех удивила Родился Володя И будучи совершенно маленьким мальчиком Еще не разговаривал Он уже пел Она говорит Он так вот Несу его на руках куда-то Или вот он стал ходить И он напевал какие-то мелодии И подруга, говорит, обратила мое внимание И сказала Люк, посмотри Он же у тебя музыкант Ну, тогда это как бы так оно и прошло Ну, музыкально-музыкальный ребенок А потом Было время, когда он закончил школу И надо было куда-то поступать Он очень хотел музыкой заниматься И мама сказала ему Володя А как же мы будем жить? Ведь такие тяжелые времена Музыкант не прокормит семью У нас с тобой двоих Они вдвоем были тогда С папой и мамой разошлись И он послушался маму И поступил в медицинский институт волгоградский И закончил его с хорошими оценками Проработал даже год врачом Вот И все-таки собрал вещи И поехал в Ленинградскую красавиатуру Потому что музыка победила все равно Победила то, с чем родился человек Да Не надо идти против себя, получается Да Но в любом случае Это хорошее было образование И оно ему пригодилось в жизни Ну вот так вот стал музыкантом А какая у вас любимая песня его? Знаете, он мне тоже задал вопрос Вот Когда мы познакомились И я И тогда ответила Вот И сейчас отвечу То же самое Не остуди свое сердце, сынок Мне очень нравится эта песня И как Володя ее поет И как пел Богатиков А была какая-нибудь такая история Что, например, вы не знали Что какой-то артист А очень много артистов Исполнило его песен Вы не знали, что это его песня Что это вашего Володи песня И когда вы узнали, вы удивились Ну, вы знаете Тогда он еще не был моим Володей Когда я присутствовала на репетиции Во дворце, где я руководила концертным отделом И уже тогда я была удивлена И потрясена Что столько песен Которые мне казались народными Оказывается, написал вот этот молодой человек Но потом, с годами, когда мы уже создалась наша семья Естественно, я уже знаю очень много песен Я понимаю, что как же я не знала Но это нормально, потому что Вы сами знаете, работаете на телевидении Вот по телевизору показали, значит, все, все знают А он такой был скромный человек Он раздавал свои песни Хорошим исполнителям И писал песни на прекрасные стихи Его это волновало Он не мог вот На какую-то, знаете, там ерунду написать песню Он сказал, я могу Я и на газетную статью могу написать песню Но лучше писать на хорошую поэссу Ну вот как раз таки музыкальные критики Его называли последним романтиком 20 века И называют И называют, да Его мелодии это дар Вот даже Александра Пахмутова Про песни о солдате Ты же выжил, солдат, да? Ты выжил, солдат Назвала ее одной из сильных песен Из самых сильных песен на войне, да Александра Николаевна давала интервью Вот как-то первый год, когда Володя не стала Я тоже делала фильм И взяла у нее интервью И она сказала, что я считаю эту песню Одной из самых сильных Послевоенных песен Да? А скажите, вот о нем много говорили Хороших слов в том числе А какое, чье мнение для него было важно? Вы знаете, сейчас прозвучит очень пафосно Но народа Он выходил с новой песней в зал И прислушивался к реакции зала Если люди долго аплодируют, значит Получилось Все остальное, как вы понимаете Ну что, 3-4 человека там Которые решали что-то Да, клали на полке песни Была такая песня Домик на окраине, скоро он будет снесен И вот к этой фразе Скоро он будет снесен В то время придрались Почему это он будет снесен Что-то прицепили хвостик Ну и сюда выточка обзун пошел Куда надо И сказала, ну что в самом деле И песня стала жить Марина, скажите А вот вы скучаете? Ну вот столько времени прошло Вот вы с такой теплотой все время про него говорите Делаете фильмы То есть вы вот Ну Сейчас Спустя столько времени А вы знаете Вот прошло 25 лет А мне кажется Что это вот было Буквально вчера Ну во-первых Вы понимаете У нас две дочери У меня внук и внучка Мы постоянно общаемся Мы служим Я лично Вот каждому празднику Я уже иногда говорю Ну все Я устала Мне уже наверное Надо отдохнуть Это всего Но нет Меня несет Вот сейчас я фильм делаю В Москве концерты памяти Ну не могу я по-другому Наверное придет время Когда я уже не смогу это делать Может кто-то другой Вы молодые Может быть захотите Ну Конечно скучаю Ну как Но вспоминаю о нем всегда Легко С теплотой И даже мы Вспоминаем с детьми Какие-то веселые истории Наши семейные Смеемся Ну вот как вчера И дети тоже Дети так же А скажите Вот каково Два творческих человека Вместе Вы работник телевидения Вы занимались концертами И он такая звезда И вы артистка И вот как Два творческих человека Уживаются Советы Калининградцам Да Могов Назидание потомкам Знаете Денис Дело в том Что семья Это такое дело Здесь надо понимать Надо Какие-то расставлять Правильно Приоритеты Понимаете Ну это уже состоявшаяся звезда Ему надо было просто помогать Любому мужу Надо помогать Даже если он Не звезда Театральное Сценическое Кино и так далее Мужу надо помогать Тогда будет крепкая Крепкая Надежная семья И будет тыл Ну я вот думаю Что просто Наверное Нам друг с другом Повезло Потому что я Прекрасно понимала В чем нуждается Творческий человек Ну и пыталась Это делать Он мне был благодарен А как вы познакомились? А мы работали С Урмасом Оттом Помните Урмаса? Конечно Все думаю помните На телевидении Читали Новостную программу Это было в Таллине Актуальная камера В Таллине Да я жила И мы с Урмасом Делали одну и ту же работу И потом Меня когда уже Забрали На Во дворец Культуры и спорта Имени Ленина Линна Халь Так называемый Вот Возглавить Вновь создавшийся Впервые Концертный отдел И сохранили за мной Телевизионную работу Ну мы с Урмасом Подружились И он ко мне прибегал Во дворец На концерт И там Ну все таки начальник отдела Друзей принимала Вот И Вы знаете Однажды он мне Просто А он делал такую Передачу Азбука эстрады А Снимает Едет в Москву Летит Антонов Б Там еще кто-то Вот И он дошел до буквы М Мигуля Вот прилетает Вот с такими глазами Пришел ко мне И говорит Слушай Ты знаешь Я азбуку Значит Эстрады снимаю И Там такой композитор Владимир Мигуля Ну ты его не знаешь Он говорит Как это я не знаю Я очень хорошо знаю Такого композитора Ну Он нас старше Я говорю Ну и что Мне так ненамного Вот Ты знаешь Говорит Во-первых Песни какие Во-вторых Он такой интеллектуал Такой образованный человек Интеллигентный Ну совершенно Говорит Просто белая ворона На эстраде Ты должна его Пригласить сюда С концертами А у нас зал Шесть с половиной тысяч Человек Ну серьезное такое Да И мероприятия Должны планироваться Должны планироваться Соответствующие Вот И Я Тогда интернета Не было Я стала вспоминать Там куда-то пошла В магазин Грампластинок Посмотрела Еще что-то Вот И Созвонилась С Володей Вот Он приехал Приехал И было Три Аншлага И после его отъезда Звонили Зрители Прямо ко мне В отдел И говорили Можно еще Пригласите еще Не все успели посмотреть Переполнены Были Залы битком Ну вот Так и познакомились Скажите Почему Вы так часто Приезжаете в Калининград У вас Какая-то особая связь С этим городом А вы не знаете Ну знаю Но как бы подвожу вас К рассказу Кто-то не знает Я родилась здесь В этом городе И Окончила первую школу Которая сейчас Первая гимназия И КГУ имени Канта Сейчас федеральный университет Вот И здесь мои родители жили Которые к сожалению уже Ушли из этой жизни Здесь живет моя сестра Лира Со своими детьми Вот А я стала наезжать Потому что болела мама И Я все чаще и чаще Здесь находилась Чтобы надо было быть рядом Вот И Как-то так Знаете Всплыли мои Школьные друзья И мы по-прежнему дружим Университетские Тоже дружим Ну и так далее Ну Родина А какое ваше любимое место В Калининграде? Есть такое? Да Есть такой лесок У первой школы У первой гимназии Мы там У нас там была физкультура Проводились уроки физкультуры И там мы с Ленкой Моей лумповой подругой Одноклассницей Сидели мы за партой Мы там с ней прогуливались Потому что нас далеко не пускали гулять Школьницы когда были Летом в 9 вечера мы должны были быть дома Спасибо родителям Строго нас воспитывали У меня много мест Любимых в этом городе А Владимиру показывали? Конечно Конечно Мы же с ним прилетали Мы правда ненадолго По три дня Бывали здесь Ну максимум пять дней улетали Ну конечно ему хотелось сразу Посмотреть могилу Канта Ну это самая главная достопримечательность Классика Как и его музыка Ну и все остальное И вот эта вот готика сохранившаяся Сейчас слава богу все улучшается И город становится просто очень красивым Раньше он был беднее Но он мне дорог Скажите А вот вы же со многими артистами продолжаете общаться Дружеские отношения какие-то есть, да? Ну с артистами, конечно Я практически всех знаю Ну вот наше поколение Чуть-чуть моложе Конечно И может быть какой-то концерт Я не знаю Планируете быть сделать С какими-то такими мэтрами? Вы знаете С мэтрами очень трудно сделать концерт Потому что Вот если бы у меня была своя площадка концертная Да? Ну тогда я бы развернулась Опыт есть и так далее А так это очень сложно Это маленькие какие-то залы И поскольку сейчас очень тяжело артистам То, конечно, хочется их как-то привозить И чтобы они какую-то копеечку зарабатывали Ну я думаю, что Да Это будет Будет обязательно И очень скоро Ну то есть Дальше мы увидим фильм Правильно? Вы сейчас готовите фильм Большой После этого концерт И все-таки Вот эти вот песни потрясающие Которые знают даже подростки Потому что я знаю, что Дети поют Да, дети их тоже поют А вот если бы сейчас Я попросил вас спеть пару строчек Какую бы вы вот Вы вспомнили? Вы знаете Ну чтобы одной не петь Поскольку мы с вами вдвоем То мы можем вместе спеть И снится нам А я не поющая А вы не поете Я танцующая Ну вот такую песню я бы спела Я бы спела Поговори со мною, мама О чем-нибудь поговори О чем-нибудь поговори Тоже замечательно Ну как, они не могут умереть Эти песни Ну у него много замечательных Потом, когда готовишься к программе Понимаешь, что Оказывается и вот это И вот это И ты все знаешь И действительно такие артисты И высказываются Вот мы видели по этому фильму Как Это только малая толика того Что у нас Вот в этом фильме Будет очень много сюрпризов Людей, которых С большим удовольствием Будут смотреть наши зрители Я так думаю Потому что это люди Которые внесли Очень большой вклад В культуру нашей страны Я уверена в этом Марина Можете передать Свои личные приветы Какие-то пожелания Калининградцам Вы знаете Я очень люблю вас Дорогие калининградцы Я хочу Чтобы был мир Я хочу Чтобы В каждом дне было Хоть немножко счастья Чтобы ушла Эта Пандемия противная Чтобы мы забыли об этом Чтобы дети ходили в школу Студенты ходили В институты В университеты В училище Чтобы была человеческая жизнь Я вам этого желаю И вам, Денис Спасибо большое Но я смотрю Вы не с пустыми руками пришли Я пришла Вы знаете У меня уже очень мало Осталось подарков Я вот такой человек Я раздаю Как вот Улыбнется мне человек И мне хочется что-то сделать Эта фирма Мелодия выпустила Уже давно Но у меня осталось Здесь два сидюка Два CD-диска Это уже из последних Моих вот закромов Я хочу вам подарить Что вы замечательный ведущий Спасибо большое Очень приятно Я включила как-то случайно Телевидение Телевизор увидела вас Сказала Как хорошо ведет человек И сегодня к вам пришла парень Вот видите Верьте в себя Мечты сбываются Спасибо вам большое Мне тоже было очень приятно С вами познакомиться Вы как только будете в Калининграде Всегда приходите к нам в гости Нам всегда есть о чем с вами поговорить Спасибо большое Ну а для вас я напомню еще раз Что у нас в гостях был потрясающий человек Марина Мигуля Вдова Владимира Мигули Общественный деятель Артистка Певица Поэт-художник Режиссер массовых представлений Продюсер И просто невероятно красивая женщина Спасибо Всего доброго До свидания Сейчас мы прервемся Небольшую рекламу Ну а после продолжим Вам нужна надежность и качество плоской кровли от шведского производителя Мембраны службы более 50 лет Эксперты из Германии подтвердили надежность наших материалов Которые не содержат вредоносных добавок и не загрязняют окружающую среду Также они устойчивы к атмосферному воздействию Не поддаются окислению кислородом Огнезащитный состав За подробной информацией обращайтесь по номеру 903-707 Почему идем мы в Диамир Интерьер, что был как по учебнику Просто здесь работают Просто здесь работают волшебники Волшебники Разве это не волшебство Когда помещение превращается в ваш любимый дом Все просто Главное мебель из Диамира И немного волшебства Диамир, ручейная 2, подробности 33-73-44 Полный комплекс технического обслуживания вашего автомобиля Замена масла во всех типах автоматических коробок передач Замена антифризов Замена всех тех жидкостей и фильтров И многое другое Бесплатная замена масла в двигателе при покупке масла и фильтра Все это в Оилмаркет Литовский Вал 19 Телефон 509790 Неоклассика, минимализм, лофт и современный дизайн кухни на любой вкус и кошелек Белорусские кухни ЗОП Это современные технологии качества и доступность В кратчайшие сроки изготовят и доставят кухню вашей мечты Полный цикл производства от сруба до сборки На всю продукцию гарантия 5 лет Ждем вас в Московский проспект 40 и Балтийский бизнес-центр 203 Или кух39.ру Заходите на сайт и выберите свою кухню ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое внимание к деталям Браво! Как приятно получать подарки Всего лишь улыбка сделала свое дело Да, это мои хорошие новости А какие интересные хорошие новости у наших калининградцев? Я думаю, что их мы узнаем далее Партнер рубрики Ваши хорошие новости Магазин Автомасел Оилмаркет Я придумала вчера себе новый челлендж Каждый день что-то новое В течение каждой недели я буду делать Быть где-то, пробовать что-то новое Например? Например, на этой неделе у меня случилось интервью на первом городском канале У меня есть одна отличная новость Она такая Я перешагнула тоже через свои строки Сейчас я пошла на курсы гид-экскурсовода Это мне вообще тема была очень интересна То есть это изучение родного края Каких-то таких интересных мест, походов, маршрутов И я на прошлой неделе провела свою первую экскурсию За эту неделю я поменяла место работы Я вернулась в свою любимую журналистику И я думаю, здесь у меня ждут большие успехи Я не так давно отвез свою сестру в роддом И теперь жду, когда второй раз стану дядей Что может быть радостнее, чем чудесный подарок мужа В виде маленького чудесного котенка Партнер рубрики «Ваши хорошие новости» Магазин «Автомасел» «Ойл-Маркет» Свет, знаешь, какой самый популярный запрос в Яндексе? Это прогноз погоды, не поверишь Вот только хотела сказать Скорее всего, это прогноз погоды Друзья, мы не будем вас томить Прогноз погоды на предстоящие сутки далее Прогноз погоды на 16 сентября В Калининграде днем плюс 24, ясно Ночью плюс 13, пасмурно В Санкт-Петербурге днем 16 градусов Со знаком плюс, ясно Ночью плюс 8, ясно В Москве днем 16 градусов тепла, пасмурно Ночью плюс 13, пасмурно Ну, к сожалению, подошел к концу наш прямой эфир Мы постарались объективно рассказать о новостях 15 сентября вторника Ну и, конечно, встречали наших дорогих гостей Друзья, желаю вам отличной недели, хорошего настроения И только невероятных новостей С вами на протяжении этого часа был Денис Таландин И Светлана Александрова До встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому